Привет! Меня зовут Марина, и сегодня я буду снимать ASMR-видео по запросу. Меня попросили сделать видео с конфеткой. И второй запрос, который мне прислали, это меня попросили снять ASMR с какой-нибудь едой. Как я ем какую-нибудь еду, фрукс или что-нибудь такое. Или конфетку или шоколадку. Да, я очень постараюсь выполнить ваш запрос. Почему постараюсь? Ну, потому что я сама никогда в жизни такое видео не планировала снимать. Я не очень хорошо отношусь к таких, как это видео. Потому что мне не заставляет никаких ASMR- ощущений, когда люди что-то жрут. Вот. И мне кажется, что когда я что-то ем, это тоже очень эстетично как-то, не знаю. В общем, я такое видео никогда не собиралась снимать, но я была очень удивлена, что в интернете очень много таких ASMR-видео. Эти девушки говорят конфетки, фрутики, виноградик и так далее. И у них очень много просмотров. Так что я попробую. Да, дело в том, что у нас сейчас очень холодно. Да, вы не ошиблись. Сейчас 1 июля. Но я же нахожусь в Архангельске. Ну, это же Архангельск. И у нас плюс 10 градусов, всего лишь сильный ветер. Это безумно-безумно холодно. Я сижу в кафточке такой, потом в свитере. И я не могу согреться, мне очень холодно. Очень. Поэтому я сейчас буду пить чай и буду есть конфетку. Фрукты есть не хочу, потому что очень холодно. Я не люблю есть фрукты, когда холодно. Потому что мне совсем ухо становится холодно. Вообще. Я буду пить чай из такой кружечки. Мне эту кружку привез молодой человек из Эмиратов. Я сама привозила такую кружку моему папе. Вот там вот в сушилке они все лежат. Я обожаю эти кружки. Такие качественные. И вот это вот все, это выпуклое. Это очень прикольно. Вы просто не представляете. И честно говоря, я бы всем своим подружкам привезла бы такие кружки. Они мне очень понравились. Если я буду в эмиратах, я всем вам привезу такие кружки. Держитесь. Но вообще я чай пить не буду. Я буду пить кофе. Потому что я чай вообще не пью. Практически. Очень редко. Может один раз в день. И раз в 5, 6, 7, 8. Вообще не знаю сколько. Я пью кофе. Да, к сожалению, у меня закончился кофе. И я делаю кофе в кофемашинке. В кофемашинке. Всегда. Она у меня там стоит, чтобы попробовать. И вот там у меня сидит кофемашинка моя любимая. Я в кофе в кофе в зернах. Сама я врос малывать. И сама они приезжают в кофе. Но у меня закончились зерна. Мне срочно нужно выпить кофе. Поэтому я доставлю какой-то пакет из кафе кофе. Не знаю, мне кажется, это уже зависимость. Конечно, это не кофе моей мечты. Но лучше такой, чем никакой. Не знаю, мне кажется, это уже кофейная зависимость. А теперь я разобралась. Я разобралась. Я разобралась. Я получилась кофеманьяка. Это означает, что я теперь истинный кофеманьяк. Вот, но всё-таки я добавлю молока с нашего хранительского, это натуральное молоко, короче, прорекландированное молоко. В общем, я в последнее время стараюсь покупать от такого молока, потому что натуральное выхраняете лишь 3 дня где-то, в отличие от странного молока, который может храниться в месяц, всё равно, понимаете, в месяц этого очень много, так что я буду ждать, я буду ждать кофе. Ну, конечно, не кофе моей мечты, но пить можно, а сахар не глубоко, да. Вот, так с ложечком, да, фирменная, как фирменная, уминная марина. Вот, дальше я буду, у меня есть вот такая вот шоколадка. Шоколады российские 70% Такой, я очень люблю российский шоколад. Я люблю российский, ещё люблю линд, а всё остальное я почему-то не люблю. Все Милка, все Альпин Гольд, там на столе киндер-шоколад, мне всё кажется какой-то одинаковую фигню, если честно. А вот, вот, друзья, ещё риттерспорт, ну, тоже так. Вот, так что, в последнее время у нас какой-то кризис шоколадкой второй гонкой. я купаю чаши фарсисты и еще есть небольшая конфетка фитнес-батонечка я ее очень-то не хочу съесть сейчас я ее съем это с губникой и цельнозерновыми злаками из кальция фитнес-батонечка немножко странные давить, ладно? я порежу натрелочку чтобы делать маленькие кусочки чтобы не чавкать как свинья в видео а то мне будет стыдно за себя это плохо режется кусочки получаются какие-то нестатичные похожи на какие-то кафнюшки получилась шесть кафнюшек каких-то и сейчас я их съем такой прикольный похожий на месли давайте попробуем в целом шесть подчиняем я шесть 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 Да, такие неоднозначные батончики, в принципе, я любитель всяких слагов, в косяке, что-то такого, но я думаю, что многим не очень нравится, так, там витамины, какие-то кальций, да, что-то ещё, я бы сказала, что такой же фитнес-батончик, у него сахара всё равно очень много, ну, я не худею, поэтому мне, в принципе, нормально, ну, 87 калорий. Так, ну, я... Продолжение следует... 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 Продолжение следует...